Всем привет! Меня зовут Любовь Стасюк. Сегодня я предлагаю вам посмотреть мою покупку для создания цветов канзаши. Днями наткнулась в интернете на сайт канзаши.вн.юа. Мне очень понравился ассортимент товаров, а также цены на этом сайте. Магазин канзаши.вн.юа находится в городе Винница, в Украине. Осуществляется доставка товаров по Украине, Укр и Новой Почтой. Очень огромный выбор всего, что необходимо для рукодельниц. Столько всего и в одном месте я еще не видела. Там вы можете найти крышечки, камеи, цветы, фурнитуру разную, кружево, органайзеры, магнитики, перья, деревянные и пенопластовые заготовки, бисер, кашпо, калину, тычинки, инструменты, топы, резинки, шнуры, пакеты упаковочные, фетр, фоамиран, а также огромный ассортимент лент, репсовых, атласных и очень интересных. Также продавец имеет еще один сайт hobbyart.com.ua, на котором есть разные схемы для вышивки бисером. Очень скоро, на следующей неделе, планируется объединение двух сайтов в один, что будет очень удобно для покупателей. И тогда магазин будет иметь название hobbyart.com.ua. Все ссылки на магазины оставлю в описании к этому видео. А теперь давайте скорее смотреть, что я заказала там. Мой заказ был обработан очень быстро. В течение дня мне сразу же ответили, а на второй день уже отправили товар. И посылочка шла мне ровно день, что очень для меня важно. Теперь наконец-то смотрим, что там внутри. Товар, как видим, упакован очень хорошо. Все в пупырышках. И что очень важно, чтобы он не повредился. Так, видим такую красоту. Очень все красиво упаковано. И наконец-то откроем. Я буду показывать по порядку, что я заказала. Итак, первое, что я вытянула, это резиночки для волос. Они идут бесшовные. Производство это калуш. Калушские резиночки. Очень красивые. И они очень практичные. Не знаю, всегда их беру. И очень довольное качество. Дальше. Сразу тут есть для удобства накладная. Все хорошенько распечатано. И все хорошенько видно. Дальше. Есть там разные фурнитуры. Я уже говорила, что много всего интересного есть. Я взяла вот такие уточки. Мне их присылала моя подписчица Лариса. Мне они очень понравились. Они очень удобные. И они не ломаются. Так, как есть такие простые. Эти уточки более надежные, чем те. Такие плоские. Дальше заказала я вот несколько вот таких брошек. Как вы уже догадались, это я вам обещала сделать незабудки к последнему звонку. У меня на канале есть несколько мастер-классов. Незабудок. Но в этом году хочу отновить и показать что-то новое. Новые незабудки. Обязательно вам покажу. В следующих своих видео. Дальше с фурнитуры заказала я гребешки. Мне очень понравилось работать с ними. Уже был у меня мастер-класс с маками. Решила что-то еще такое попробовать. В этот раз взяла вот такой вот золотистый гребень. И серебряный металлический. Дальше, что еще хочу сказать. Вот взяла для незабудок. Эти колокольчики. Там есть разных размеров. На сайте Ван Канзаши Ван Дюан. И вы можете выбрать, какие вам более подходят. То есть есть и большие, и средние, и маленькие. Я взяла, по-моему, самые маленькие колокольчики. И буду показывать вам мастер-класс. Дальше так же тычинки. Ой, какие интересные тычинки. Посмотрите, они идут с колокольчиками каким-то. Такие тут губенчики есть. И вот так звенят. Есть. Тут я даже не видела, когда заказывала, что там есть такая штука интересная. Вот, можно даже их как-то было, если бы был цвет, интересно, голубой, можно бы было их использовать так же в композиции с незабудками. Очень интересно. Вместо этих бубенчиков, даже вот этих колокольчиков, можно вот такие вот сделать. Вот, такие красивые тычинки. Там есть очень много интересных. Дальше вот еще взяла вот такие вот резинки. Но что-то я с ними, наверное, прогадала. Потому что они большие. Большие резиночки. Так что, если вы заказываете, обязательно смотрите размеры. Потому что эти уже сантиметров, наверное, идут 7. Наверное, вот так вот. Такие вот разные всякие, но они очень практичные. Очень мне нравятся. И подарю их, наверное, своей племяшке. Ну, может, что-то я придумаю с нашими канзашами. Так, дальше смотрим. И вот это у нас идет кружево. Там есть разные кружева. Но вот это я еще вот такого не видела у нас в Украине. Очень красивые. Такое бирюзовое я взяла на пробу. И вот такой персик. Тоже такой расцветки. Вот такая красота. Дальше взяла я кружево на резиночке. Это уже вы догадались, что он для наших украшений пучка. Очень красивое кружево. Изумительно красивое. С этим кружевом наше украшение будет еще красивее. Взяла вот такой. Такого цвета. Бирюзового. Взяла вот такое сиреневое темное кружево. То есть уже фиолетовое. Тоже идет на резиночке. Такая вот красота. И еще взяла розовое. Ну, по-моему, самые ходовые цвета, которые заказывают, которые любят наши красавицы, наши девочки. Красота. Дальше смотрим. Дальше, дальше у нас вот такая вот свинка Пеппа. Там есть много разных серединок и крышечки. Даже самые разнообразные, самые цветовые, любой цветовой гамме там есть. Можете заглянуть, посмотреть, присмотреть, что-то себе красивое. Вот такие вот свинки Пеппа. Дальше. И теперь ленточки. Ленточки мне очень тоже там понравились. Очень красивые. Вот такая вот репсовая лента с градиентом. Таким красиво. Вот такая вот с переливами. И вот такая бабочки ленточка. Как раз к лету, к весне. Дальше с репсовых лент еще взяла вот такие на пробу. Принцессы. Такие всякие разные. Также, кстати, можно использовать как серединку к крышечке. То есть вы наклеить будете просто на нее эпоксидную наклеечку. И красивая серединка получится. Тоже очень красиво, что все раздельно идет. И вот такие дамочки принцессы. Принцессы Дисней. Такие вот красивые. И еще очень я хотела заказать. А, вот еще бабочки с цветочками. Такая вот красотинь. Тоже летний вариант. Очень красивая ленточка. Дальше. Дальше. Очень мне хотелось заказать вот такую вот ленту. Это атласная лента. 2,5 см. Пока еще не придумала, что буду делать. Но обязательно придумаю на днях. Вот. Такие вот розочки. Летний вариант. Взяла такую вот розовую, кремовую. Фиолетовую. И тоже какая-то с сиреневым оттенком, наверное. Ленточка. Вот. И еще одно небольшое объявление для вас, девчонки. В скором времени я планирую запустить еще один свой канал. Канзаши по-украински. Где мастер-классы будут публиковаться исключительно на украинском языке. Ну, а также будут добавлены субтитры для иностранных зрителей. Будут там мастер-классы. Совсем другие. В отличии, что на этом канале. Да, он будет открыт. Я обязательно вам сообщу. Вот и вся моя покупка. Показала я вам, что купила. Если вам будет полезная моя информация, буду очень рада. А я увижусь с вами в следующих своих мастер-классах. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok